Молитвенные стражи Дорогое мое дитя, любимый сын, бывают такие обстоятельства в жизни, про которые ты можешь сказать, это от меня не зависит. Я же летать не умею, но я хочу подарить тебе крылья. Я хочу, чтобы ты призвал меня на помощь. Я хочу, чтобы ты сделал меня своим компаньоном во всех своих делах. И то, что вчера ты считал невозможным, уже сегодня в союзе со мной становится достижимым. Поэтому, когда ты опять оказываешься в такой ситуации, где кажется, что от человека ничего не зависит, то помни, что сердце царя в руке Господа. Решение приходит от меня, и ответ есть у меня. Восходит солнце, оповещающее новый день твоей жизни. Начни по-новому относиться к неудачам и сложным обстоятельствам. Это не только тренировки и упражнения, как было раньше, но теперь это мой вызов к тебе, чтобы ты шел за помощью только ко мне. Это не для того, чтобы ты разочаровался в себе или в людях, а для того, чтобы наши отношения укрепились и выстроились, как прочный мост между небом и землей. Я через тебя хочу ходить по этой земле. Сынок, на любой вопрос у меня есть множество решений, и я посылаю их к тебе, как сперматозоидов к яйцеклетке, какой ты позволишь укорениться, над какой ты станешь размышлять, та и будет расти и развиваться. Много замыслов в сердце человека, но состоится лишь то, что будет мной оплодотворено. Я хочу вложить цель и смысл в твои дела. Я хочу показать тебе результат твоего вложения в чью-то жизнь. Не минимизируй своих затрат и усилий. Я использую каждое твое слово, сказанное с любовью и верой. Я выстраиваю из них настоящее. То, чем ты благословляешь, становится реальностью в их жизни. Отношения между Богом и человеком – это как между отцом и сыном, а также и как между мужем и женой. Я твой обеспечитель, я твой защитник, я тот, кто всегда на твоей стороне. Мы с тобой одна семья, и все твои достижения – это и мои также. Твои трудности – это и мои, и я вместе с тобой хочу их решить. Ты никогда не бываешь один. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Ольгой Голиковой. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, что вместе с Твоим народом, вместе с людьми, взятыми Тобой в удел, мы можем сейчас поклоняться Тебе, воскресшему и вновь грядущему. Благословенно Твое святое имя и благословенны Твои намерения о нас, которые никто не может остановить. Ты мечтал о нас, прежде чем мы родились на эту землю. Даже прежде, чем эта земля была сотворена, Ты уже мечтал о том, кем мы будем, кем мы станем и кем Ты нас можешь сделать. Прими нашу искреннюю благодарность за Твою честь, которую Ты оказываешь нам служить Тебе. Служить дарами, служить временем, служить сердцем, служить жизнью. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты именно этого ожидаешь. Не отдельно взятый день в году, не отдельно взятый час в течение суток, а жизнью служить Тебе. Жизнью Тебе поклоняться. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас производишь эту работу в каждом сердце, возбуждая чистый смысл, возбуждая глубину Твоих желаний внутри нас. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что в уповании на Тебя мы сейчас встали в этот воскресный день, когда по этой стране, по этой земле люди празднуют и поклоняются Тебе, говоря друг другу, Христос воскрес. Христос воистину воскрес. И ничто не может это отменить. Никакие поручения, никакие повеления, никакие ограничения, ничто не может изменить, что Христос воскрес. Стражники стояли у гроба. Сильные воины римские стояли у гроба, полностью пикированные, чтобы удержать камень, на которой была положена печать, но не смогли, потому что пришел ангел и отвалил камень от гроба. Он отвалил камень, а Христос воскрес, потому что Он был для этого предназначен. И поэтому, если камень сегодня завалил Твое жилище, если страхи сегодня удерживают Тебя от поклонения, дай ангелу отвалить этот камень, потому что время пришло прославить Бога в свободе. Время пришло прославить Бога от всего Твоего сердца, потому что Бог живой, Бог говорящий, и Он творит историю. И сегодня то время, когда Он хочет творить историю с Тобой и со мной. Через нас на этой земле Он желает творить то, что по-человечески невозможно. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы творим историю с Тобой, потому что мы согласились быть взятыми Тобой в дел. Ты достоин принять всю славу. Ты достоин принять всю честь, Господи. И потому мы благодарим Тебя, что когда-то был отвален камень и в нашей жизни. Когда-то Ты пришел и сказал, живи, живи, производи жизнь вокруг себя. Когда-то Ты дал нам руку и вытащил из болота, вытащил из всякого заточения, открыл дверь и сказал, выходите, выходите, пленники, надеющиеся. И тогда мы могли сделать этот шаг. И тогда мы могли совершить то, что Ты позволил нам сделать. А сегодня, Господи, мы не хотим молчать. А сегодня мы хотим кричать на весь мир. И я благодарю Тебя за этот рупор, который усиливается волнами эфира. Я благодарю Тебя за это право сегодня сказать каждому жителю земли, Христос воскрес. И у нас есть сегодня возможность сказать, Он воистину воскрес. Он воистину воскрес, друзья. Я желаю, чтобы по всем домам сейчас это произнеслась фраза. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос наш воскрес, друзья. И Он воистину воскрес, Он живой, Он живой, и Он среди нас, Он здесь, и мы поклоняемся живому, мы поклоняемся Христу воскресшему и вновь грядущему. Он грядет, Он грядет на эту землю в безмолвии, Он грядет и говорит, приготовься, невеста моя, приготовься, возлюбленная моя, я уже скоро, я уже при дверях, и моя радуга, она поднялась над тобой раньше, чтобы сегодня в этих заветных одеждах, заветных отношениях, в очищенном предстоянии предо мной, ты стояла и танцевала, ликовала и радовалась, пела и торжествовала, потому что это твой удел сегодня в течение всех обстоятельств и бури, танцевать, танцевать, танцевать пред Богом своим, если ты действительно воскрес вместе со Христом, то сегодня твое время, сегодня твое право танцевать на развалинах, если они еще не созидались, но если созидались, танцуй там, где уже есть устройство, танцуй пред Богом твоим, танцуй, невеста, танцуй и радуй своего Творца, своего жениха, вызывай в его сердце жажду быстрее вернуться, потому что если дух и невеста говорят гряди, то он имеет в виду нас слышать, он слышит голос своей невесты, да, нам надо собрать жатву, которая созрела с века, но именно так мы собираем, когда мы можем радоваться и веселиться пред Богом, когда мы можем петь и танцевать, когда мы можем открыть, открыть свое сердце, а на открытое сердце открывается небо, небо открывается, на открытое сердце открываются Божьи порталы, на открытое сердце открываются Божьи сокровищницы, на открытое сердце открываются Божьи наследства. Господь, я благодарю Тебя, что мы сейчас сердцем своим Тебе поклоняемся. Мы сейчас отдаем Тебе все краски нашей жизни, чтобы они стали еще ярче, чтобы они стали еще краше, чтобы они пригласили весну в нашу местность, чтобы она больше не задерживалась. Господь, если Ты дал право человеку полагать предел тьме, то мы хотим это делать. И мы делаем это сегодня этой хвалой, радостью, торжеством, благодарностью, поклонением перед Тобою. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы сегодня говорим, Господь, царствуй, Господь, царствуй среди нас. Господь, царствуй, чтобы Твоя невеста радовалась и ликовала. А Ты, Господь, царствуй среди нас. Боже, слава Тебе. И мы сейчас невесту по всему лицу земли говорим, славь, славь и ликуй, невеста, славь и ликуй, невеста, жених твой возвращается, будь сожженным светильником, будь поправленным светильником, наполненным маслом. О, Отец, спасибо! О, Блэс, Джисус! О, Равира Крайсон! О, Равира Крайсон! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя, что невеста Твоя, она встала! Она больше не будет заточения! Невеста Твоя, она уже нарядилась, и Ты прислал Свои сокровища! Рай, Настан Годос! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, что для невесты сезон поступил! Для невесты сезон наступил! И если ты сегодня в печали, задай Богу вопрос, какую ложь поверил! Задай Богу вопрос, кого ты слушал! О, Отец, я молюсь, чтобы невеста Твоя слушала только Твой голос! Чтобы сейчас особытным образом уши Твоего народа были открыты! Господь, я молюсь о том, что имени Папа, сегодня прозвучавшая когда-то давно, сегодня опять прозвучала о народе Твоем! Уши открывайтесь! Уши открывайтесь! Уши открывайтесь! Побыть те дети, которые ищут лица Твоего, Господи! О, хвала Тебе! Хвала Тебе! Хвала Тебе, любимый! Слава Тебе, славлю Тебя! Слава Тебе, слава Тебе, славь! Ликуй, радуйся, невеста, пой! Танцуй, вот Твой Царь Небесный, славь! Ликуй, радуйся, невеста, пой! Танцуй, вот Твой Царь Небесный! Ликуй, радуйся, невеста, пой! Тебе, слава Тебя, слава Тебя! Ты со мною навсегда, мой Господь! Тебе вся жизнь моя! Славлю я Тебя! И Ты сказал, никто не похитит Тебя из руки моей! Никто, никто и никогда не похитит Тебя из моей руки, руки любящего сна! О, хвала Тебя! Хвала Тебя! Мы славим Тебя от всего сердца! Мы славим Тебя! Мы ликуем пред Тобой! Мы превосносим Тебя над всеми штормами! О, Господь, невеста Твоя из глубины взывает, а Ты ее восносишь на свои высоты! А Ты ее поднимаешь над всеми обстоятельствами! Свою любимую, свою чистую, свою драгоценную, свою живую! Радуйся, невеста, обновленную в завете! Танцуй, 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 невеста! Вот Твой Царь Небесный! Возвращаемся! Вот Твой Царь Небесный! Хвала Тебя, папочка! Хвала Тебя, что Ты так все зимно устрояешь для нас! Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, родной, что наш Царь Небесный это Тот, Кого любит душа, это Тот, Кому прилепилось сердце, это Тот, Которого жаждет Дух, это Тот, Которого ожидает вся внутренность, это Тот, Который сказал, я с Вами во все дни жизни, до скончания века. Господь, Ты сказал, что скончание века придет, и мы сейчас живем в этом конце, в этом финише, но Ты обещал, что Ты и на финише нас не оставишь, Ты будешь с нами не только на старте, не только в середине пути, но и на финише Ты Тот же. Ты с нами, Господь. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, что в нас Дух живого Бога, благодарю Тебя, что на нас печать Твоей праведности, благодарю Тебя, что мы открыты для Твоих свежих потоков, мы на связи с Твоими, Господь, ангелами, которым Ты поручил совершать шествие на этой земле, не без нас, а с нами. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что в нас, в нас Дух живого Бога, в нас жизнь с избытком, в нас прорывная сила, которая когда-то воскресила Христа из мертвых. Это же сила внутри каждого из нас. Поверь сейчас, что на Голгофе была завершена работа Христа. На Голгофе Он сказал слово «совершилось». И если в своей жизни что-то еще не совершилось, приди, Голгофе, и возьми это слово, и скажи, Господь, совершилось. Поэтому я могу сегодня радоваться и ликовать в Тебе. Я могу сегодня петь Тебе. И пусть вера в народе поднимается, пусть питание этой веры не будет скудным, пусть стол будет накрыт ввиду врагов, а народ Бога живого будет есть. От этого стола будет пить от небесного источника, будет брать жизнь от сердца Отца. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что наш голос сейчас слышен на высоте. Я благодарю Тебя. Все, что мы имеем сегодня, это Твой дар в нашей жизни. Мы на самом деле пришли туда, куда мы пришли, потому что Ты нас сюда привел. Потому что Ты, Господь, был с нами все эти дни, все эти годы, все месяцы. Тогда, когда мы были где-то вдалеке, друг от друга, Ты нас уже видел и захотел собрать воедино. Я благодарю Тебя за каждый талант. Я благодарю Тебя за каждое трепетное сердце перед Тобой. Я благодарю Тебя за каждый дух жизни, который укреплен Тобою. Я благодарна Тебя за тех, кто сейчас здесь, в этом месте, Тебе поклоняется. Но я также благодарю Тебя за тех, которые в домах своих сейчас это делают. Я благодарю Тебя за каждое сердце, которое жаждет Тебя больше. И я прошу Тебя, чтобы и в этом служении, и в этом праздничном, пасхальном служении Ты умножил жажду, умножил понимание, оценки, как важно быть вместе, как важно быть одной семьей, как важно быть телом Христа на этой земле, не разрозненным, а целостным, потому что в Духе и пред престолом Божьей славы мы можем быть сейчас объединены, независимо от того, как мы рассеяны. Но если Слово Твое говорит о всем находящемся в рассеянии радоваться, то пусть сейчас это Слово оживет. Для каждого, кто в одиночестве, для каждого, кто вдалеке от Церкви Твоей, во имя Иисуса Христа рассеянном, повеление есть радоваться, радоваться, потому что не всегда так будет, потому что есть Господь, который собирает рассеянное, есть Господь, который возвращает угнанное, есть Господь, который прививает корню надломленное. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы сейчас здесь, чтобы сказать, совершай свою глубинную работу внутри нас, потому что таинство Христа в нас. Ты сказал, когда вы сходитесь, то кровь моя очищает вас от всякого греха. И мы здесь сошлись, мы собрались, и люди, которые собрались в интернетном поле. Мы собрались пред Тобой, чтобы кровь Твоя очищала, омывала сейчас наши сердца, наши мысли и одевала нас в нетленные одежды. Боже, в нетленные одежды. Нам они сегодня нужны. Мы хотим одеться в те одежды, которые небесного происхождения, которые соединяют праведников за все века, потому что весон чистый и светлый, который есть праведность святых. И пусть на нас будет сейчас эта одежда, которая соткана из множества жизней, из множества судеб, верных Тебе людей. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя за это, Бог мой. Я благодарю Тебя за этот Царь, который царствует. Господь, который господствует. Я благодарю Тебя. О, хвала Тебе! О, хвала Тебе, о, хвала Тебе, о, хвала Тебе, любимый, о, аллилуйя. Ангелы Твои включились сейчас в этот процесс. Слава, слава Тебе, аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя. Эй, эй, блесен, блесен, Джизис, Господь, Ты великий. Все сомнения и печали прочь, Он пришел, чтоб дать спасенье, Он пришел помочь. Загорелась на небе свиста и светом пронзила всю жму. Знай, теперь Иисус рядом всегда, Ты только доверься Ему. Зажигай огонь у меня внутри, Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус, Тебе сердце я отдаю, Иисус, Тебе сердце я отдаю. Господь, слава Тебе, что каждый человек на своем месте можно сейчас обновить завет с воскресшим Христом и грядущим, потому что мы Тебе отдаем сейчас наши сердца. Осмотри их, очисти от любого шлака, освободи от любой пыли. Дай, Господь, свободе Твоей прийти сейчас, как огню, огню славы, огню осязаемого присутствия царя-царей. Радость сердца наполняет благодатью вновь. Хвала Тебе, даже если небо снова молчит, Бог слышит голос Твой. Открывай свои уста и молчи, провозглашай и пой о Божьей милости, любви и верности. Зажигай огонь у меня внутри, я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус Тебе сердце я отдаю. Иисус, Тебе сердце я отдаю Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус, Тебе сердце я отдаю Иисус, Тебе сердце я отдаю О, Отец, возьми сердца людей Возьми, 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 Господь Свою дело возьми, наполняй огнем Наполняй, наполняй жизнью своей Сердца наши, сердца наши О, заполняй, заполняй Всех тех, кто устал Обнови, обнови, обнови Новым танцем, новой песнью Обнови, обнови, обнови Тех, кто устал Новые лица, новые лица Не подними Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Иисус, Тебе сердце я отдаю Иисус, Тебе сердце я отдаю Боже, я благодарю Тебя, что Ты принимаешь сердца народа Я благодарю Тебя, что Ты принимаешь наше предстояние Боже, я хочу, чтобы каждый человек сейчас праздновал Пасху Не со старой закваской Не с закваской порога и лукавства Но с опресноками чистоты и истины Поэтому мы здесь, чтобы сказать Тебе, Боже, Ты тот, который не только осматриваешь, а Ты очищаешь Ты производишь в нас и хотение действия по Твоему благоволению И потому мы стоим перед Тобой И мы говорим, Господь, очищай сердца наши Мысли наши, души наши А Дух сделай крепким Сделай носителем Твоего огня И производителем Твоей воли на земле Господь, я благодарю Тебя, что сейчас Люди из разных стран Из разных регионов России Из разных городов Из разных поселков Но ни один у Тебя не забыт и не потерян Ни один не оказался на обочине Но в фокусе Твоего внимания Если сердце повернулось к Тебе Узнать Тебя больше Погрузиться в чистоту и святость Погрузиться в любовь и могущество Потому что любовь никогда не проигрывает Я благодарю Тебя, что когда любовь Твою Захотели распять на Голгофском кресте Не смогли это сделать Потому что Любовь воскресла Любовь не может остаться там, где мрак Любовь не может остаться там, где тьма Она просвещает всякую тьму И я благодарю Тебя за это, Господи Что и сегодня Твою любовь мы приглашаем На сердца свои, на жизни свои В судьбы свои И говорим, Царь, который царствуешь Приди с новой мерой любви И влей в сердца наши Потому что Ты сказал, из того узнают все Что Вы мои ученики Если будете иметь Любовь между собой И я благословляю сегодня народ Твой Принять эту меру любви Которая объединяет И делает армию Твою Непобедимой для врага Я благодарна Тебе, что сейчас уже враг В панике Он сейчас уже в ожесточении Но Ты нам сказал, что победа Она нам принадлежит Поэтому, как бы Он не паниковал Твоя церковь, она поднимается Выше и выше Она поднимается на ту высоту Куда змеи не заползают Куда вороны не поднимаются Где парят орлы Вот туда мы движемся И я благодарю Тебя, что мы уже почти у цели Потому что церкви Твоей надлежит сейчас Раскрыть Твою мудрость Сходящую свыше Которая мирна, чиста Которая послушлива Которая беспристрастна И нелицемерна Боже, вот об этой мудрости Я сейчас молюсь И благословляю народ Твой Принять эту порцию Потому что во Христе Иисусе Больше, чем в Соломоне И мы хотим иметь ум Христов Пусть нетленный образ мышления Придет в Твой народ И я благодарю Тебя, что мы сейчас Подчиняем Тебе Свои ценности Свои мысли Свои желания Свой дух И говорим Господи Ты воскрес И мы хотим быть В этом воскресении Как образ жизни Как образ мышления Как образ отношений Пусть Господь Воскресший Христос Производит в нас Свою глубокую работу Переоценку ценностей Позволь нам сделать При Твоем светильнике Господи Я благодарю Тебя Что мы сейчас хотим Благословить всю землю Мы хотим сейчас Благословить землю Потому что Ты воскрес Для каждого жителя Ты воскрес Для каждого жителя И поэтому Во имя Иисуса Христа Мы сейчас говорим Вокруг этой земли Вокруг этой земли Есть те, которые трубят Есть те, которые танцуют Есть те, которые провозглашают И мы сейчас говорим Христос воскрес Для Тебя Россия Христос воскрес Для Тебя Африка Христос воскрес Для Тебя Америка Христос воскрес Для Тебя Австралия Новая Зеландия Христос воскрес Христос воскрес Для всех континентов земли Христос воскрес Австралия Христос воскрес Антарктида Христос воскрес И потому мы сейчас И мы сейчас благословляем тебя, земля. Мы благословляем тебя, земля. Мы благословляем тебя Божьим присутствием. Мы благословляем тебя Божьими ангелами, чтобы ты не потрясалась от нечестия, которое сегодня на земле умножилось, но чтобы милость Божья над тобой превозносилась каждое утро, обновляясь. благодарю тебя господь благодарю тебя благодарю тебя что эта земля который мы можем сейчас на руках молитвы поднять к небесам и мы делаем это и говорим о земля 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 слушай слово господня о земля 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 ты не останешься прежней потому что господь захотел ступить на тебя господь вышел от чертога своего господь идет чтобы судить землю но прежде пусть господь а всякая природа греха будет отделена покаянием я благодарю тебя что мы сейчас особым образом благословляем тебя россия мы благословляем тебя на вхождение в призвание мы благословляем тебя на вхождение в божьи планы и цели россия тебе надлежит подняться в полный рост сколько времени ты была проклятием и угнетением для многих народов но сейчас пришло время вместе с царями вместе со священниками и вместе с народом бога живого поднять свой голос к небесам поднять свой взор к небесам господь я благодарю тебя я благодарю тебя что мы сейчас благословляю эту землю превозносим твое святое именно дней и говорит господь у тебя поднятая рука и мы сейчас поднимаем руки как власть имеющие мы поднимаем руки как имеющие право сказать россия ты не останешься прежней все молитвы все посты все что делалось дает до этого момента россия ты не останешься прежней у бога ничего не пропало по могуществу славы у него все сочтено я благодарю тебя господь я благодарю тебя что мы сейчас можем высвободить то знамя которое над россией поднимается над россией поднимается твое знамя я благодарю тебя боже я благодарю тебя что знамя омытая в крови христа знамя омытая в победе христа знамя омытая в жизни христа господи я благодарю тебя что твоя святость твоя святость твоя святость нужна сегодня для этой земли, чтобы скинули с себя запачканные одежды, сняли Господь то, что было запятнанно кровью жителей этой земли, скинули всякое насилие и противостояние небесам, скинули эту глупость отвержения небес. Господи, прости, прости за то, что было в этой земле многие годы, но я благодарна Тебе, Боже, что это столетие завершилось, а теперь мы в новом сезоне. И я благодарю Тебя, что кровь святых, потенциал убитых мы вызываем в потомках, мы вызываем в жителях разных государств сегодня, потому что когда-то это была одна огромная страна, которая сегодня распалась на разные континенты или на разные государства, но сейчас люди, которые разъехались по этим разным местам, мы вам посылаем это слово жизни и говорим, что у вас есть право на наследство, востребовать то, что было убито в ваших поколениях, востребовать из духовного мира тот потенциал, который был убит и не дано было ему раскрыться, но у Бога ничего не пропадает, у Бога ничего не остается незамеченным, у Него все живы, и потому, если Он воскрес и дал нам силу воскресения, то мы прямо сейчас этой молитвой согласия воскрешаем потенциал убитых в потомках, воскрешаем все то, что было украдено и говорим, Россия, поднимайся в полный рост царственной природы, поднимайся, где бы ни жили твои предыдущие жители, которые рассеялись по всему миру, в Израиле, в Америке, в других странах и городах, в Европе, во имя Иисуса поднимайся, потенциал, поднимайся, потенциал, потому что Бог полагает свою печать и полагает свою руку на эту землю. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты сотворил нас по Твоему образу, и поэтому, если от рук Твоих лучи, то и от наших рук лучи, и сейчас эта рука кладется не только на карту, кладется на эту землю. Я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, что все страны, которым надо объединиться, мы сейчас говорим, здравый смысл объединяется и в России, и в Америке, и в Израиле, объединяется здравый смысл, объединяется человечность, а все, что было с звериной природой, оно и сторгается вон, потому что Ты сказал, когда Ты, Иеремия, Я поставил Тебя над народами и нациями, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать. И потому мы сейчас искореняем из России все то, что надо искоренить. Мы сейчас разоряем все то, что надо разорить из гнезд дьявольских. Мы сейчас губим все его отродье, которому он давал в этих яйцах вылупляться. Мы сейчас твердыни его разрушаем. И слава Тебе, Господь, что на этих четырех глаголах Ты не остановился. Но Ты сказал созидать и насаждать. И мы говорим, мы созидаем жажду по Богу. Мы насаждаем потребность в небесах. Мы насаждаем живую веру. Мы насаждаем на Тебя, Россия. Мы насаждаем на жителей Твоих, которые рассеяны сегодня по всему лесу земли. Мы благословляем принять жажду, принять союз, принять союз с вечностью, принять союз с корнем в Израиле, принять этот союз, Господь. И мы сейчас почитаем свой корень. Почитаем корень как в нашей стране, так и в стране Израиля. Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что мы сейчас все нечестивое сбрасываем с этой земли. Я благодарна Тебе, что у нас есть такая власть, ибо Ты сказал, будет вам, что вы скажете. И потому Ты сказал, скажи, горе, горе, и она вернется в море. И мы говорим, гора неверия, гора насилия, гора самосожаления, гора отверженности, гора лжи. Поднимись и ввергнись в море. Поднимись и ввергнись в море, потому что океан Тебя ждет. Океан Тебя ждет. О, Господь, я благодарю Тебя, что океаны готовы принять сейчас те горы, которые стояли на нашем пути, всех континентов, всех жителей земли. Океаны принимают сейчас то, что надо потопить, как гору. Слава Тебе, Господь! Боже, мы благодарим Тебя, что наша земля дождалась Твоего чистого, теплого дождя. Когда с неба хлынет теплый, чистый дождь. Спасибо Тебе, Господь! И когда, как солнце потому что солнце Твое высияет сейчас. Равна вас сияет, когда песня счастья воспоется вновь. Иисусу слава, Иисусу слава, звучат под небом вечные слова. Иисусу слава, Иисусу слава, прославь Мессию вся Россия. И сей день великий в нашу жизнь ворвался, Он открыл нам веру в вечную весну. И через Иисуса Бог наш всемогущий излипает милость и любовь свою. Иисусу слава, Иисусу слава, звучат под небом вечные слова. Иисусу слава, Иисусу слава, прославь Мессию, Вся Россия. Люди всей России, поднимайте руки, прославляйте сына, Он единый Бог, Он своей кровью разорвал на головы. Он достоин славы, Он один достоин всей славы. Иисус Христос, Иисусу слава, Иисусу слава, звучат под небом вечные слова. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, прославь Мессию, вся Россия. Иисусу слава, Иисусу слава, звучат под небом, звучат под небом вечные слова. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, прославь Мессию, вся Россия. Иисусу слава, прославь Мессию, вся Россия. Россия, прославь Мессию, вся Россия. О, Россия, прославь Мессию, прославь Мессию, прославь Царя, прославь Царя, прославь, воскресшего до грядущего, прославь, прославь. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, мы торжествуем духом, мы торжествуем сердцем, мы торжествуем. О, воскресший, вновь грядущий, мы ожидаем Тебя, мы ожидаем, мы ожидаем, и землю покрываешь своей славой. Небеса на земле — это реальность, наследство, мы вызываем с небес, наследство, мы приглашаем с небес, чтобы богатства нечестивые перешли праведлив, чтобы, Господь, Твое Царство, которое всем обладает, оно пришло к себе в могуществе. Господь, я благодарю Тебя, что прямо сейчас Ты полагаешь на сердце поблагодарить Тебя за недра России. Я благодарю Тебя, что Ты дал такие богатые недра этой земле, но Ты дай теперь и недрам души человеческой раскрыться, они тоже не бедные, они богатые, но они были обмануты. А сейчас мы вызываем, Господь, и сейчас это крышка ковчега над страной нашей, потому что ангел уже один поставлен на северо-западе, а теперь будет и на востоке вскоре стоять ангел. И мы говорим, что крышка ковчега, она над этой землей открывается, открывается, открывается Твоя слава, открывается Твоя слава над этой землей, открывается Твое могущество над этой землей, и мы благодарим Тебя за это, Господи. Мы благодарим Тебя за это, Царь. Мы благодарим Тебя за это, Господин Жатвы, потому что время Жатвы наступило, и сегодня есть давление Жатвой, но пусть делатели Твои будут зрелыми, делатели будут готовыми собрать все, что созрело на полях за все века. Я благодарю Тебя за это, Господь, я благодарю Тебя за это, Папочка, слава Тебе, слава Тебе вечной и живой, мы ожидаем явления лица Твоего, как Ты когда-то говорил с Моисеем, но сегодня и через жертву Иисуса Христа доступ есть у каждого из нас предстоять пред престолом славы и даже сидеть на нем, сидеть на этом престоле как победители, как те, которым предназначил Господь это место от начала веков. И я благодарю Тебя, что Ты дал нам войти в это число, число победителей, число делателей, знающих трубный зов, благословенных людей. Я благодарю Тебя, что ради нас Ты сегодня благословляешь страны, ради нас Ты благословляешь города, в которых мы живем, ради нас Ты благословляешь работы, где народ Твой сегодня трудится. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как, придя в церковь, особым образом благословить эту землю, и Ты ее благословляешь. Ты ее благословляешь. Ты ее благословляешь. Очи Твои сейчас над ней остановлены. И мы сейчас говорим, да благословит Тебя, Господь, земля наша, сохранит Тебя, да презрит Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе шалом. Господь, обрати свой взор на эту землю. Простри свою руку благоволения, у которого есть жезл власти. Господи, произведи эту работу, произведи эту работу сам, Господи, чтобы над всей землей через крест открылся портал. Благословен Ты, Господи, благословен. Мы перед Тобой сейчас совершили этот пророческий акт, принеся землю к Твоим ногам. Господь, мы сейчас использовали эту власть. Мы использовали эту власть, и потому сейчас мы ее передали Тебе. И говорим, Господь, она не поколеблется. Да коли Ты не вернешься, она не поколеблется. Только по слову Твоему будут происходить на ней процессы. Не по слову нечестивых, а по слову Твоему. И потому мы передаем Тебе все, что нам дорого. Потому что на этой земле наши родные и близкие. На этой земле церковь Твоя, она еще здесь. Она еще здесь. И мы благодарим Тебя, Господи, что Ты сейчас свою купу накрыл ее. Это хупа, в которой готовится невеста ко встрече. Папочка, со всей земли невеста для Сына Твоего. Со всей земли невеста сейчас приготовила себя. И я благодарю Тебя за это, что это день торжества для невесты. Христос воскрес и скоро возвращается. Спасибо Тебе, родной. Спасибо Тебе, что мы на этой земле находимся так же. И потому говорим, мы ждем Тебя. Мы любим Тебя. Мы ценим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И я благодарю Тебя, что слезы умиления сейчас на глазах Твоей невесты, слезы ожидания, слезы благодарности. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь и видишь каждого из нас особо. Я благодарю Тебя, что Ты прочитываешь сейчас в сердце каждый мотив, который произведен Духом Твоим. И сейчас мы хотим поклониться Тебе теми финансами, которые есть в наших руках сегодня. Поклониться Тебе теми дарами, которыми Ты, Господь, нас снабдил в течение прошедших дней, месяцев или недели. Я благодарю Тебя, Господи, что когда-то апостол Павел мог сказать эти слова. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас, друзья? Я хочу каждому из вас сказать, Бог за нас. Бог за Тебя и за меня. Тогда кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Однажды в моей жизни это слово прозвучало, как рема. Я сказал воистину так, Господь. Я не знаю, какие даяния Ты сегодня хочешь мне дать, но я знаю, что Тот, который Сына Своего не пощадил, Ты с Ним мне даруешь все. Не только потребное и необходимое, а Твой избыток, которым я могу служить в Царстве Твоем. И после этого так много событий произошло в моей жизни. Я хочу каждого из вас благословить в этот кризисный период этим словом. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за каждого из нас, как с Ним не дарует Тебе и мне всего, в чем мы нуждаемся. Вы знаете, что вера от слышания. И когда мы слышим Божье Слово, и оно проникает внутрь нас, духом и жизнью своей, оно производит веру, оно нас освобождает от страхов, оно освобождает от грядущих бедствий, потому что внутри нас Тот, Который это Слово когда-то произнес. А мы сейчас верим этому слову и говорим, Господи, мы молимся за экономику России, мы благословляем город наш, мы молимся за людей бизнеса, чтобы они сейчас не были в отчаянии. Мы молимся, чтобы Ты благословил и пришел своим чудом восстановление бизнеса и умножение пределов, расширение возможностей. Боже, это наша молитва к Тебе, как ходатайственный голос, потому что Ты ради Сына Своего, не пощадив Его, знаешь, как даровать нам все потребное, необходимое и больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем. И Ты сказал через пророка Агея, ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, Сына Осидеков, великий Ирей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Друзья, Бог предлагает нам не останавливаться, производить работы, поэтому Бог сегодня обращается к трем категориям людей. Это правители, как Зарававель, это священник, как Иисус, Сына Осидеков, но также там есть и весь народ. К трем позициям сегодня обращается голос пророка Агея через века, через расстояние, через события, через пространство. Он говорит, ободритесь, и три раза звучит ободрись, ободрись, Зарававель, ободрись, Иисус, Сына Осидеков, ободрись весь народ. И поэтому я хочу произнести, как Христос воскрес, воистину воскрес трижды, так и ободрись, ободрись, потому что Господь говорит, производи работы, и я буду с тобою. Я благословлю дела рук твоих, я благословлю ценности твои, я благословлю мысли твои, идеи твои, я дам тебе новые идеи, которые расширят пределы твоего обитания и влияния. Я это сделаю, говорит Бог, поэтому ободрись сегодня, не будь в печали, не будь в унынии, не будь в ожидании бедствий, а будь в ожидании Божьей реки, благословения и обеспечения. Завет мой, который я заключил с вами в пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Друзья мои, меня так это радует, Бог говорит, я духом своим не ушел с земли, я с вами, я среди вас, не бойтесь, не бойтесь, я с вами. И вот так говорит Господь Саваоф, еще раз, это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. Это то, что мы сейчас видим, это то, что мы сейчас переживаем, еще пока не Божье потрясение, потрясение, которое связано с различного рода экономическими или какими-то медицинскими вопросами, здоровья, но потрясение, которое еще грядет на землю, оно впереди. И потому сейчас Бог говорит, а ты ободрись, потому что то, что я буду делать, это во благо тебя. Потому что тогда, когда придет потрясение на землю, море и сушу, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Вы знаете, друзья, удивительно, но потрясение связано с тем, что дом Божий будет наполняться славой, будет наполняться большей славой. Поэтому мы сегодня уже можем ожидать эту славу и ожиданием ее призывать на землю, ожиданием ее сейчас укоренять на земле, потому что жив Господь, и Он среди нас. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. И мы хотим сейчас принять Божий мир. Не тот мир, о котором говорить могут политики, не тот мир, который может быть очень зыбким, но мы принимаем прежде всего мир Божий, который превыше ума, который в нашем сознании может сейчас расставить все на свои места. Поэтому мир Божий мы приглашаем. И я благодарна Богу, что мы можем сейчас совершить и эту жертву пред Его жертвой, пред Его воскресшим присутствием. И поэтому я благословляю каждого из вас делать это на грядущие дни. Любой посев, друзья, это грядущие дни. И если ты верен был раньше, ты можешь сейчас востребовать жертву. Но сегодняшний посев это для грядущих дней. И пусть Господь даст нам увидеть, когда все будет колебаться и трястись, а мы под защитой неба. Мы в Его присутствии. Он говорит, если траву полевую Бог так одевает, если лилии наряжаются лучше, чем цари, то тем паче Он знает, в чем каждый из нас имеет нужду или еще будет иметь. Поэтому мы сейчас благословим грядущие дни. И это для нас привилегия. Это для нас возможность. Господь, мы благословляем день грядущий. Мы благословляем сезон грядущий. Мы благословляем славой и изобилием. Мы благословляем посевы наши на всхожесть. Мы благословляем их на способность вырасти и дать урожае. Мы благословляем ангелов твоих обеспечить будущность. Потому что ты альфа и омега. И мы не знаем, что нас ждет в грядущих днях. Но сегодняшний посев, Он обеспечивает грядущие дни безопасностью. Он обеспечивает грядущие дни свободы от саранчи, свободы от ураганов, свободы от огня, от наводнения. Он обеспечивает свободы от морозов во имя Иисуса Христа. И мы говорим, все посевы, сделанные твоим народом, это то, что приносит обильный урожай на наши житницы. Они, Господь, наполняются. Они наполняются. И слава Божья, она сходит на эту землю. Она сходит на эту землю. Слава Божья, она сходит на эту землю. Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте вашему духу наполниться Божьим шаломом. Слава Божья, она сходит на эту землю. 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 Слава Божья, она сходит на землю. Слава Божья, она сходит на эту 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 землю. Слава Божья, она сходит на землю. Слава Божья, она сходит на эту землю. Слава Божья, она сходит на эту землю. Слава Божья, она сходит на эту землю.